Изменение времени, пусть даже незначительное, способно существенно подорвать привычный распорядок рабочего дня. Так сейчас происходит с иркутянами, которые вынуждены ездить с левого берега областного центра в аэропорт на троллейбусе номер 6. Недавно расписание его работы изменили, и это стало серьезной проблемой. Все подробности в материале Олега Федорова. Больше 120 маршрутов общественного транспорта работают в областном центре, но этим пассажирам нужен только один. С наступлением нового рабочего года иркутянка Ирина Балыбердина, как и еще сотни работников при аэродромной зоне Иркутска, столкнулись с проблемой. Единственный троллейбус под номером 6, который курсирует из Свердловского округа к Воздушной Гавани, стал ходить по другому расписанию. Оказалось, что сотрудники аэропорта обратились в городскую мэрию с предложением перенести время отправления единственного троллейбуса на маршруте на 20 минут раньше. График изменился 6 января. Вот только для другой части людей, работающих в этом районе, такие трансформации, наоборот, создали дополнительные проблемы. Теперь мы приезжаем на работу рано, ну то есть это как бы ничего, да, но в вечернее время его сделали, допустим, отправление в 17 минут 6, а работа у нас до 15 минут 6, то есть мы не успеваем на него. То есть вас, по сути, устроит, если троллейбус здесь не ехать на 10 минут раньше? Да, на 10 минут это вообще оптимальное будет время, то есть все будут успевать на работу, и после работы, допустим, если будет не в 17 минут, а хотя бы в 20 минут 6 ходить, то это будет, я думаю, нормально. Люди даже подписали специальную петицию, чтобы решить вопрос. Просят всего лишь вечерний маршрут отсрочить на 10 минут. Конечно, в районе аэропорта также курсируют автобусные маршруты 45 и 90, а также четвертый троллейбус. Вот только они едут по улице Советской через весь город. Сюда наслаивается еще и час пик, поэтому дорога домой может занять несколько часов. Как минимум, еще один троллейбус шестого маршрута существенно упростил бы жизнь. Тем не менее, в городской администрации ответили следующее. Контрактом предусмотрена работа одного троллейбуса с интервалом движения в 80 минут. Параметры маршрута являются существенным условием контракта. Изменение количества рейсов и троллейбусов в рамках действующего контракта запрещено в соответствии с законодательством. Чтобы увеличить количество рейсов на данном маршруте, необходимы дополнительные рабочие руки. Однако в Гор-Трансе сейчас как раз острая нехватка шоферов. На маршруте номер 6 действует всего лишь один, вы только вдумайтесь, один троллейбус. А ведь может случиться все что угодно, например, поломка, авария или банальная пробка. И тогда уже точно никто вовремя не успеет на работу. Разумеется, люди могут воспользоваться и другими маршрутами. Однако это нагрузит и без того находящийся под серьезным натиском в часы пик городской общественный транспорт. И тогда количество жалующихся увеличится в геометрической прогрессии. Олег Федоров, Павел Ютин, Василий Заводский. Новости по будням.